Уважаемые сябры, тема сегодняшней нашей информации об Грузии и независимости Белоруссии. Эта тема является главной, хотя у сегодняшней информационной просторы говорят шмат про что. Наибольшая разница говорит о так званых декретах о дармоедах, о президентстве Трампа, о европейских событиях в связи с эмиграцией и так далее. Але для нас, для белорусов, самая важная тема, об чём мы повинны думать и принимать уже ответные решения, это погроза за сходу. Ведомо уже давно, что концентруются российские войски, что створаются новые гарнизоны в Смоленской области, что намечены маневры в учене российского войска на Белоруссии, и что для этого спотребится 4 тысячи вагонов, как перевести танки, перевести войска и так далее. На сегодняшний день неведомо, коли гэта в ученне отбудутся и в яким местом. Гэта всё засекречено. Ты мне меж сам факт, ведомо. И гэта выкликает великий непокой у нас, у белорусов и так самого украинцев. Таму, что вядома российская методика захопу территорию, як захапливася Прибалтыка у 39-40-м годзе. Гэта увядзення военной базы, либо под видом в ученне, главное увести войск. А потом гэта войске уже не вертаюцца назад. Таму тое, что намечены такие в ученне, и что гэта идзе одночасова с концентрацией войсков российских на нашей ножи, и тое, что ствараюцца новые гарнизоны, гэта великая небезпека для нашей незалежности и суверенитету. И не треба меться неяких иллюзий, что такое не отбудецца. Бо такое уже отбывалося на Украине, и мы бачим, что отбывается на Украине. Так само никто не чекал, и тем не меньше, это отбывалося. Разумные люди об этом попередживали, потому что гэбизм, и он не може без агрессии, не може не проводить ту политику, до которой он подрихтован. И гэта политика зараз своим востроем опирается в территорию Беларуси. Гэта связана с тем, что на Украине не отрымалося у Путина тое, что он замышлял, и он завяз в этой войне, и его рейтинг под погрозой у России. И гэта реабилитовать, и продолжить, так сказать, всю гэту свою политику, потребна такая легкая переможная война, и может без войны, как и не замышляюсь. Гэта сценарь, и он актуальный для Беларуси давно, але в гэта никто не хочет верыць. Думают, что такое немагчымо приводятся разные доказы, працует агентура, как забытаць мозги у людей. А с пункта гляджэня гэта информація агентурной, зверніть увагу, что отбывается зараз у российской информационной просторы. Активизывалися самые такие проимперские сайты, активизывалися люди, які не отказывают за свое слово, или, тем не менее, они мают махчымоць их говорить и выявлять в певном сенсе политику своей державы, своей влады. Идзе великий навал на Беларусь, на ее историю, на территорию, на культуру, на могу. Тое самое, что отбывалось на Украине. Украинская культура – это великая культура, это великая нация. Тем не менее, мы чули, что такой нации неисну, и такой мовы нема, что эту украинскую мову придумали австрияки, австрийская Гадбургская империя и так далее. И эти абсолютно неверогодные заявы мы чули, и ничего дивного, что они повторяются теперь уточнение до Беларуси. Это значит, что идет певная подрыхтовка громадской думки и у России, и на Беларуси. И идет так званая разведка, как будут относиться до этого Беларуси, потому что российцы и путинцы очень боятся сопротивления. Когда Беларусь будет сопротивляться, то они проиграются, в этом можно не сомневаться. Уся справа в том, что мы готовы до этого сопротивления. Мы должны быть готовы, потому что, повторяю, это очень серьезно. Когда идет певная подрыхтовка неких деяне, и мы это назираем и бачим, то в выникам этой подрыхтовки будут самые деяне. Иначе нема сенсу в этой подрыхтовке. Мы это все бачим и все это очуваем. Тем более, что та внутренняя обстановка, которая есть на Беларуси, И она так само сприяя этой захопницкой политике. Я имею в виду полное панование российского телебачения на Беларуси, российской информации, российского юбилст-телебачения, как его называют. И шмат людей на Беларуси просто дезориентованы, и эта дезориентация продолжается далей. Что делать в этой ситуации? По-перше, мы повинны усвядомить, что это и есть погроза нашей незалежности, нашей державы. Что это погроза реальная, не глядячи ни на какую демагогию, якая чуится с разных концов. Бо потом будет поздно. Баранить нашу незалежность мы повинны уже сегодня. Это тяжко, безумолно, потому что режим, который сейчас на Беларуси, и он фактически есть промосковский режим, и он не будет сприять нашей свободе. Мы это разумеем. Тому не может быть так, как у Польши, как у Литве, как у Латвии. А там зараз идет великий рух по створению территориальной обороны. Тысячи людей удельничают в разных организациях, учатся тактицией бою, выучают оружие, организовываются, гуртуются. И этот рух потребуется державами во всех прибалтийских краинах, и особенно в Польши. Народ, ведая, народ Польши, прибалтики, ведая, что такое Россия, что такое Российская империя. Пережили не одну войну. И зараз сам народ починает этого рыхтоваться. Мы повинны робить тое самое при усих наших тяжких воронках. Метод наш повинен быть иншим. Этот метод я уже огучивал в 2014 году. И он складается с пропановы рыхтоваться малыми группами. Рыхтоваться индивидуально. Два-три человека. Потому что у Лада не дозволит публично никакой подрыхтовки. И когда это будет зауважено, то на двород постарается репрессировать наших людей. У Лада антибелорусская. Она ворожая белорусской нации, белорусской культурой, белорусской мове. И заявляет про это. И 20 лет мы бачим этот маразм сбоку этой фактично чужой у Лады, которая довела до того, что начали брать податки из беспрацованных людей. Это сделано над человеком. Декрет номер три это сделано над нацией. Але у нас другая тема. Так вот задача створить обставины. Створить пыльные обставины в громадстве, які в ответственный час дадут махшимость худка створить доброхводные батальоны. Так, как отбывалось на Украине. И это махшима. Это махшима есть историчная аналогия. Это махшима и все залежит от патриотов, от тих людей, от тих белорусов, які готовы оборонять свою батьковщину. Бо коли придется оборонять и буде уже поздно, то мы ничего не зробим. Треба рахтоваться цепер. Мужчины, які были в войску, які воевали, які ведают, что-то такое не знают, як до этого треба рахтоваться. Что треба збираць, які ресурсы, які рештунки. Треба мяць информацию, что дзе знаходецца, бо потым будзе поздно, коли уже придуть сюди войскі. Мы не ведаем, який сценарм будзе задзейничаны, але коли концентруюцца войске, то он будзе задзейничаны с войсками. Это зрозумело. И мы повинны до этого рахтоваться. Вось, гэта для нас вельми истотная. Истотная, каб было супрацявлення агрессии. Якая пена не бава, цяна будзе паузучая, цяна будзе пад выглядем нейкага уводу войск для вучэнням. Але супрацявлення агрессии повинна быть. Тады уступая в дзене международное законодавство. Тады признаецца той народ, тая дзержава, як пацерпелая ад оккупація. Зусім іншая дачынень не узнікаець, іншая абавязкі. З гэтым трэба лечыцца, до этого трэба рахтовацца. Не трэба апускаць руки ў сувязі з тым, што не спрацаваў будапешскім амарандум. Это зрозумело, што не спрацаваў тому, што ўсё залежыць ад нас саміх, а аніт з няшніх сіл. Хаця патрымка нам безумовна будзе патрыбна. Вось гэта для нас цяпер зяяцца головным пытанням. Будучэн юм нацы, будучэн няшы дзержавы, павіны вырашаць разумныя людзі, культурныя людзі, патрыоты сваў бацькашчын, не можа вырашаць лёс будучэні цемра. Адставая людзі, цемната, не можа так быць. Людзі патрыоты, людзі, якім горэццца за нашу Украину, гэта павінны гэта вырашаць. И гэта яны павінны гэтым займацца. И мой згород, пеж за сё, да гэтых людзі. И я ўпэвнена, я веру, што такіх людзей шмат, бачу, што пачынаецца такі рух, навад паявіліся энтузиасты, які звертаецца да вертыкалі, кабда памаглі, дазволялі им створыць тритрияльна фармаванне. Ну ясно, што аны не дазволяцца, да факт то, што людзі працуюць, як умеюць, што людзі зацікавлены гэтым, трэба, каб гэтый рух пашараўся, падалічываўся, і каб кожны рыхтаваўся да обароны сваў бацькашчын. Калі, не дай Бог, гэтая акупація пачнецца, а ана можа паджацца ў любы час, мы ведын, што такоя Росія, што такоя Путін, то акупанты павіны быць спатканы ад паведным чыном. І ў заключэння ап нежнародныя сітуація, ў сувядзі з пагрозы для Беларусі. Велікі надеўи складала Україна, і мы складаем на президента Трампа. Але до гэтого часу не вырашэно головне пэтэння. Як жа гэтый президент будзе адносіцца да російська агресіўна Україна? Ці будзе он падтрымливаць Україну? Якая пазіція будзе Америки? Бо трэба разумець, што ў межнародных абстаўнах адзіным сябране, адзіной краіны, якая магла бда памахшы Беларусі, і гэта Америка. Гэта партвердзіла історія. Гэта краіна, якая памагаа на ўсім свеці. Гэта ёсць такая краіна. І мы павінны гэта улічываць. На сёняшній дзэнь такая думка ў президента Трампа, што трэба дзенічаць сумясна Расію, каб перэмахчы ісламскуў дзержаву. Гэта ідэю ян выказыва, што ў час выбрачай кампаніў, пакуй, што ад їх не адмовівся. І многі апалітыкі, які разбіраюцца, і разумеюць, што такае Расія, што такае Путін, яны стараюцца даць аму інформацію, што ўта будзе памылка. І гэта саправдэй будзе памылка. С Путіным нелега дамавляцца. Эта ўжо зразумеліна або ту Йоўропі. І для таго, каб перэмахчы ісламскуў дзержаву, не абавязкова ме такага саюзніка, як Путін. Тому што дэспекчарам терроризму ў свеце ёсць Масква. Гэта елементарна речі, гэта цудовна ведыць ў Америцы, што аснова терроризму ў свеце іде Савецкого Саюза. І Дзядан Дропава. Гэта ўсё было распрасовано імі, Савецким КГБ. І до сёняшньо дня гэта працягвае Путі. І аны зявляецца дэспекчарамі гэтаў палітыкі меграціі, гэтаў, што адбываецца ў Європі, гэтаў ўсіх террористычных актав. І шо аля Эбдо, яко Газпром фінансуе, і з гэтымі карікатурамі на Магамета ўсё, гэта правакацій рускай розведкі. Это елементарна речі. Як жа можа та організація, яка сама зявляецца ініціаторам терроризму, на керавану ўсупрыць Європы, ўсупрыць заходнюю свету, будзе змагацца з той організація, яка гэтыму свету пагражае. Гэта полны абсурд. І вось ад гэтаў рашэння будзе безумавна занежыць пэвны аспект дачынэнняў да Беларусі, як пададзе сібе Амерыка. Аля паўтараю, гэта не ёсць галавным для нас. Гэта не ёсць галавным, што б не робілося ў свете. Галавное, што робіцца ў нас. Галавное, як вырышым мы, як станем мы за свою свободу. Бусь гэта ёсць галавны. И до гэта я заклікаю беларусов-патріотов, в яких яшчэ гарыць беларуская сэрцца, які готовы ахмаравацца, зяля будучи лидерствою в бацькушчыне. Жыне Беларусь! Галава, ёсць галава, ёсць галава, ёсць галава. Продолжение следует...